Ну это будет во втором отделении. Последние подходящие, я смотрю, это хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, начнем мы сегодняшнее заседание клуба Витамин Е с выключения звука мобильных телефонов. Это традиционно. Музыка у нас громкая, записывается все прямо с микрофонов, но тем не менее лучше, чтобы ничего не бренчало во время концерта. Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня состоится очередной концерт музыкального клуба Витамин Е. Почему Витамин Е? Большинство из вас уже знают. Какую мы музыку играем? Правильно, поэтому Витамин Е. Сегодня у нас состоится концерт особенный, непривычный для нашего формата концертов. Сегодня, как вы могли заметить, концерт называется Алексей Розов, классик еврейской скрипки. Название это не случайно. Вот коллеги, когда я подрежал работать на сегодняшнем концерте, все, я говорю, вот будем для Розова делать вот такой концерт, пусть человек поиграет такой вот масштабный сольник. Все говорят, отлично, мы обязательно придем, мы сыграем. А потом уже ближе к концерту спрашивают, а что, собственно, отмечаем? У Леши вроде день рождения не сейчас будет, а весьма и весьма либо прошел, либо еще впереди. Поэтому, вроде как для юбилея как-то неподходящее время. Оказывается, нам всем привычно, что если у кого-то большой сольный концерт, вот такой вот, это значит юбилей, какое-то особое событие, что-то особенно важное. Сейчас подробнее об этом расскажет бессменный руководитель ансамбля Йосеф Капелья, основатель клуба «Витамин Е» Иван Лебедев. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что меня пригласили на эту сцену сегодня, высказаться по этому поводу. Алексей Розов, классик еврейской скрипки. Что это значит для нас с вами? Не нужно юбилея, не нужно какого-то особого события. Достаточно важным событием для нас является само то, что Алексей Георгиевич с нами, что он играет с нами и играет для нашей публики. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать вот такой особенный концерт для Алексея Георгиевича. Вон он, пожалуйста, поприветствуем его. Так вот, сегодняшний концерт мы начнем с клезмерского соло. Играть будет Алексей Розов на клезмерской скрипке. Играть будет Михаил Альтшулер на неклезмерском контрабасе. И играть буду я. И играть будет художественный руководитель ансамбля Йосеф Капелья, Иван Лебедев, фортепиано. Господа, прошу на сцену. Здравствуйте. Тут столько слов прозвучало, что мне захотелось покраснеть, хоть я и в общем давно забыл, как это делается. Несмотря с какой стороны смотреть. Я очень благодарен моему коллеге Ивану Лебедеву за то, что он это все организовал в принципе. За то, что он организовал это сегодня. За то, что он не постеснялся пригласить меня на это дело. Я знаю, Миша. Я при случае сделаю твой бенефис без тебя. Я обязательно скажу, что ты смотришь. Хорошо. Правильный бенефис для Розовой. Это сам просто концерт и написать. Все средства будут пожертвованы в пользу. Хорошо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Сейчас, дорогие друзья, у нас запланировано сольно-скрипичное выступление Алексея Розова. Но поскольку я перед концертом забыл Лешу об этом предупредить, то оно будет чуть-чуть попозже. Оно будет чуть-чуть попозже. А сейчас мы с вами чуть более подробно разберемся с классиком еврейской скрипки. Мне очень нравится это название, я бы хотел его еще немножечко пояснить. Следующий номер программы, музыкальный, будет как раз пояснением этого понятия. Так, Ром, повертай. Возьмите. Потом обратно. Модест Петрович Мусоргский. Классик. Я прост, я ясен, я скромен, вежлив. Я прекрасен, я плавен, важен, я в меру страстен. Я чистый классик, я стыдный, я чистый классик, я учти. Я злейший враг новейших дух и шрени. Заклятый враг всех нововведений. Их шом и гам, их страшный беспорядок Меня тревожил и пугают. В них гроб искусства вижу я. Но я, я прост, но я, я ясен, я скромен, вежлив. Я прекрасен, я чистый классик, я стыдный. Я чистый классик, я учти. Модест Петрович Мусоргский. Все нам прекрасно объяснил, не правда ли. А теперь на сцену снова выходит Алексей Розов. На этот раз с сольным скрипичным номером. Очень коротко скажу, да. После таких пожеланий долго обычно не живут. Ну, постараюсь ответить адекватно. Сольным скрипичным номером. Все нам прекрасно со мной. КОНЕЦ 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 Я думаю, дорогие друзья, что только что, как вы знаете, все концерты клуба «Витамина Е» записываются, и из них впоследствии издаются компакт-диски. Я думаю, сегодня мы заложили основу для нового сольного диска Алексея Розова. Предыдущий у нас пока еще остался, хотя и в небольшом количестве, но я так чувствую, что назревает новый сольный диск Алексея Розова. Это не может меня не радовать. Ну а теперь мы перейдем по программе дальше. Да, сейчас я приглашу на сцену нашу постоянную гостью, замечательную идишскую певицу Анну Смирницкую. Только что ведь мелькнуло, красное платье, нет? Хорошо, я еще немножко расскажу о песне тогда. А, не буду рассказывать о песне. Хорошо. Я уже представил, прошу. Спасибо. Эта песня воровская, поэтому я буду петь ее в кепке. Я расскажу тебе, подруга моя, расскажу тебе, кецеля, кошечка, какие у меня были предки. Отец мой был шмаровозник. Ну, как бы осенизатор, так по-рисски. Мама моя воровала на рынке. Брат сидел в остроге. Один брат. Другой был картежник. Ну, кем он еще мог быть, мой брат? Ну, и дальше развивается печальная история этого молодого человека, который сам был, на самом деле, амамзор, и взят он был из приюта. А шмаровозник. Ну, в чем еще шмаровозник может быть? Конечно, в ремажоре. А вдруг они не знают? Я вот не стал спрашивать. Все же знают, наверное. Достойный ответ. Амамзор. 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 Давай рассказывай, но очень коротко. А у нас Дортон Дортон написано сейчас. Не хочешь? Давай Дортон Дортон споем. Ну хорошо, Ваня. Похоже, убедил, ладно. Это песня без кепки. Далеко-далеко Дортон Дортон. За моря и за горы забрали меня на службу. Эта песня примерно XIX века народная. Забрали, значит, уж забрали, это надолго. И думаю я оттуда о тебе, О том, какие у тебя глаза весь шварц и карчелых, Как черные вишни, О том, какие у тебя губы, Ви розовый папир, как розовая бумага. И должна ты мне писать письма оттуда. Интернета нет, должна писать письма чаще. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скрипка, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Венгерский народный танец. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Партия контрабаса Алексей Розов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья. Что бы такое ласково сказать на это? Вы знаете, дорогие друзья, Алексей Георгиевич упускает один маленький момент. И вы уж извините, что я вступил в эту дискуссию. Надо было на самом деле промолчать. Суть гораздо глубже на самом деле. Дело в том, что клезмерская музыка, вообще еврейская музыка, ее главный козырь перед всеми другими, если можно так сказать, музыками, в том, что она абсолютно всеядна. Где евреи проживали, ту музыку они и осваивали. Поэтому именно еврейская музыка является настолько интернациональной и настолько любима во всем мире. Поэтому клезмерский музыкант имеет право взять абсолютно любую тему и сделать из нее клезмерскую композицию, что, собственно, вы сейчас и услышите. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Шитов, кларнет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алексей Розов и Иван Лебедев. Ну а теперь я снова приглашаю на сцену Сергея Шитова и Алексея Розова. Знаете, есть еще такой ансамбль старинной музыки, простите, ансамбль европейской танцевальной музыки 30-40-х годов 20-го века. Вы запомнили, можете повторить. Ансамбль называется Retro Dance Band под художественным руководством Алексея Розова. Этот ансамбль, как следует из его названия, да, да, этот ансамбль исполняет наше с вами любимое ретро 30-40-х годов, как отечественное, так и европейское. Миша Альшулер, давай тоже. Ужас. Михаил Альшулер, контрабас. Соль минор. Сейчас прозвучит... Унесите пудинг! Сейчас прозвучит композиция из репертуара ансамбля Retro Dance Band под названием «Цветущий май». Солист Сергей Шитов, партия скрипки Алексей Розов, контрабас Михаил Альшулер. На фортепиано опять я. А кто-нибудь помнит, как в необыкновенном концерте зовут концертмейстера, который там тоже, что и было раньше? Ну-ка, помнит кто-нибудь? Виктор Викторович Терпеливых. 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 КОНЕЦ 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 Ансамбль Retro Dance Band. Сергей Ишитов, Алексей Розов. КОНЕЦ Тогда уже на бис. Дорогие друзья, хочу отдельно обратить ваше внимание, что в четверг 29 января этого года в Большом зале Центрального дома ученых, это наверняка знаете, на Причистенке в 10 минутах ходьбы, состоится очень масштабный большой концерт ансамбля Retro Dance Band под управлением Алексея Розова. 29 января в 7 часов вечера. Желающие могут подойти к Алексею Георгиевичу после концерта и уточнить подробности. Ну и имеются флайеры, они здесь разложены равно, как и большие афиши, вы можете взять их и расклеить, если хотите сагитировать своих друзей на этот концерт. Так, ну а теперь мы рады пригласить на сцену снова Анну Смирницкую. Спасибо. 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 Смирницкий ансамбль Йософ Капелья. Ну и еще одна песня в исполнении Анны Смирницкой. Ибербергу на Бертолон, по горам и по долинам. По горам и по долинам летят две маленькие птички, два голубка. Что же они летят? Наверное, они ищут свою молодость. А куда же она улетела? Она улетела от них, и сколько бы они не искали ее, ее им уже не найти. Потому что, как говорят юнгер-хейт, молодые годы, когда к ним наконец достучишься, они говорят, ну мы бы вернулись, но нам некому, нет того вот человека, которому мы могли бы вернуть. Хаббетт Субтитры создавал DimaTorzok 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 Баал Шемтове В четырех кублетах этой песни рассказывается следующее Между Косовым и Китовым был мостик. На этом мост, через этот мост Баал Шемтов любил прогуливаться. Между Косовым и Китовым был источник, из него Баал Шемтов любил испевать воду. Между Косовым и Китовым был лес, в котором Баал Шемтов любил бродить. И последний четвертый, между Косовым и Китовым жили птички, у которых Баал Шемтов учился хвалить Бога. Между Косовым и Китовым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь мы попросим на сцену наших основных участников. Прошу Сергей Ишитов, Алексей Розов и Михаил Альшулер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, работают с перебоями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, мы, конечно, неумолимо приближаемся к концу нашего вечера, но тем не менее нас с вами ждут еще два вокальных номера. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Сейчас прозвучит песня, народная испанская песня, которая была записана самим Федерико Гарсио Лоркой. Издано в его сборнике народных испанских песен, и Федерико Гарсио Лорко не только записал сами мелодии песен, но и сочинил сам к ним фортепианный аккомпанемент. Сейчас вы услышите одну из этих песен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок И еще одна песня в исполнении Марии Маргариты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее готовлена композиция Это еще один Венгерский народный танец И снова Роман Глухов Барочная скрипка И снова Алексей Розов Контрабас Ну а поможет нам В наших венгерских устремлениях Кларнет Сергей Шитов Продолжение следует... 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 Продолжение следует...